На наш паблик-долк, коротко расскажем вообще, что это такое за формат у нас будет. Мы будем допрашивать фотографов. Мы будем спрашивать у них все, что нас интересует. Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить. Сначала вопросы буду задавать я, потому что, ну, как бы, у меня есть что спросить. А потом, в последние 20-15 минут, микрофон уйдет в зал вместе со мной, и мы будем задавать вопросы из зала. Так что служите внимательно, готовьте свои вопросы, вспоминайте, что вы всегда хотели узнать у фотографа, но стеснялись спросить. Вот, если коротко, то как-то так. У нас, все про все, у нас есть примерно час. Вот, задерживаться не будем. Я начну немножечко с того, что расскажу вообще о наших сегодняшних гостях, так как там есть, чем похвастаться, поверьте. Энри Файер фотографирует в разных жанрах абсолютно разных людей, не ограничивает и не зажимает себя рамками в творчестве, и говорит о себе следующее. Свой стиль фотографии я описала бы как авангард, столкновение различных жанров в цветном минимализме. За 10 лет съемок он нашел немало важных нюансов, о которых расскажет нам на встрече. Юлия Морин. О себе Юля говорит. Мне важно показать самого человека через призму косплея. Каждый косплей каждому человеку уникален, и порой это стоит почекнуть. И она тоже не менее уникальна. Юля не только фотограф, состажен почти в 10 лет, но и не менее опытный косплеер. Бывая по ту и по эту сторону объектива, она отлично понимает, с какими проблемами могут столкнуться косплееры и готовы поделиться рабочими решениями. Ну и последний по порядку, по значению наш любимый фраза. Фалкон и его проект Cosplay Life. Александр работает с косплеерами как в студиях, так и вне студии уже 10 лет. Но одно остается неизменным. Фалкон и его команда завсегда дают в сестивале в качестве аккредитованных СМИ. За его плечами, наверное, уже больше сотни, а то и двух отснятых репортажей. Он, как ни кто другой, знает, что такое феста-фото и готов делиться фирменными секретами, как сделать их вашими лучшими фото за весь ивент. Вот, ну, предлагаю еще раз поприветствовать, похлопать нашим замечательным местам. И начну я, пожалуй, с вопроса о том, расскажите о себе коротко, как начали заниматься косплей-фотом. Что вообще сподвигло вас заниматься косплей-фотом? Согласно, в порядке. Именно косплей-фотография, не вся фотография. Да, ну, вот, допустим, вы сначала занимались, там, фоткали цветочки-лепесточки, а потом такие, о-ва, можно фоткать косплей. Вот как вы к этому пришли? У меня часто главная ситуация возникла. Моему другу, однокурснику, не понравилось, что я постоянно дома у него фотографирую девушек. И он сказал, почему тебе фотклишь косплей? Там классные работы и классные коссумы делают ребята. И я такой, давай попробую. И вот уже пять лет я собираю косплей. То есть, друг решил отвалить тебя от своей девушки? Ну, не от своей, но доел. Предложил такой вариант и согласился. Ты благодарен другу за такой шаг? Вообще, да, кстати. Прямо серьезно благодарен. Отлично. Рекомендуйте своим друзьям, вдруг они найдут свое призвание в жизни и будут, как Андрей, крутыми фотографами. Юля? Ну, у меня руководит войдет косплей и фото. И меня интересовали создание няночных образов. Не только косплей, но и Ричи. И так как, когда по-младшему у меня не было возможности делать косплей, я могла започтевать других людей, которые уже поднатарели в том деле. и получилось так, что я фотографировала их, потом начала косплеить, и как-то все переплелось уже между собой. Ну, у тебя понятно. Ты в этом крутишься, как косплеер, поэтому тебе как бы все не разгадано. Да. Одно за другое. Falcon. Да. Всем спасибо. Ну, у меня история гораздо проще была. У меня вытащил мой друган на Игромер. Мы погуляли, посмотрели, выделились тому, какие бывают вообще костюмы, что они просто существуют. Не просто какие-нибудь театральные, там такие простые, а вот именно детализированные какие-то санатры из любимых, там миме, мультиков, фильмов. И мы просто прям порадовались, хорошо погуляли, походки, такие счастливые. А потом начали смотреть альбом, и что получилось, и другие посылки тоже. И выиграли за черным тем, насколько не похожи были фотки того, что мы видели, то, что нам нравилось, и то, что выкладывали. Просто обычные ребята вот такие нащелкают, как рано у меня. Вот, и я решил, блин, надо попробовать, неужели невозможно взять и научиться на нам фотографировать? И, собственно, так, ну, пусть и пошел, пусть и поняли. Ты такой герой, который не носит плащ, да? Я должен спасти этот мир, я должен спасти косплей и принести ему классные фоточки на мероприятия. Ну, кстати... Мне было интересно. Тебе было интересно пофоткать косплеера, сделать им классные фотки. Хорошо. Ну, давайте тогда сейчас перейдем сразу к следующему вопросу. В чем вообще разница между цивильной и косплей-котосъемкой? Какие есть нюансы? Ну, вот, например, вы наверняка пробовали когда-нибудь снимать цивил, даже если это косплееры, просто в обычной съемке. Вот, что вы можете об этом рассказать? Есть несколько факторов. Первый, наиболее важный, мне кажется, косплей-котосъемки относятся более критично, потому что там нужно, чтобы зачастую в некоторых образах было волосок в волоску, там нигде не торчали шовчики на платье, и это нужно учитывать, нужно смотреть, чтобы была очень красивая картинка. Также важны ракурсы и знание персонажа. То есть, если в обычный цивилфотографии ты можешь взять модель и пофотографировать ее сначала в сирене, потом около реки, потом вечером, то в косплее съемки не всегда можно использовать какие-то места съемки или время суток, например, персонажей-рампиров вряд ли пофотографируешь днем, потому что они не ходят в днем. Поэтому в косплее съемки есть такие вот ограничения, которые нужно знать. и знать фотографу именно. То есть, модель может что-то знать, но фотограф строит картинку, и поэтому ему нужно следить за фоном, моделью и всем вместе. Ну, то есть, получается, у меня есть некоторые особенности построения кадра, да? Как поставить модель, как выставить свет на фото, чтобы все соответствовало? не совсем, но это тоже важно, но это и в обычной фотосъемке в косплее важна канонность источнику. То есть, вампиры нельзя фотографировать ночью, потому что они живут там по ночам, ой, не знаю, фотосъемки днем, да, прошу прощения. Также, например, если у персонажа аллергия на цветы, его нельзя фотографировать в цветах, потому что у него аллергия. То есть, должна быть логика фотографирования косплея. может быть, есть какие-то особенности работы с моделью, например, в позировании или просто в подаче в ракурсах, в чем-то таком. Да, позирование тоже очень важная вещь. Большинство цивилов даже не представляет, как можно встать. У них есть определенные позы. Вот, сфотографируем меня у статуи. Просто я стою, вот статуя, я же учусь в статуе в ласкадре. В косплее зачастую больше акцент идет на костюм, на персонажа, на источник, какую-то, может быть, сцену повторяющую занимает, она еще есть что-то. Вот, съемок там нафиг не нужно, они просто, чтобы было красиво, чтобы они были моложе, попроще, но при этом поменьше-режуще, они не любят рядыштак у сильных. То есть зачастую помягче. Ну вот, тему есть что сказать? Могу давать из-за этого, да? Хорошо. Ну, коллеги правы, наверное, и по всему параметрам. Но самое главное, Саша сказал, повторять за оригиналом. Это главное для женщин, что на косплее, что многие косплееры хотят, чтобы у него что-то повторить. Повторить оригинальный арт, повторить оригинальный кадр из фильма, из игры. Ты для этого должен найти сцену, студию, придумать. Не нет студии, создай ее в 3D, создай ее в 2D, создай ее в фотошопе. не каждый имеет, не каждый фотошоп на это возьмется. Даже косплея фотографии не каждый такому может. И как это реализовывать, то, пожалуйста, про фотошоп приходите, они все равно скажут вам. спасибо. Ну да, это тоже очень важные нюансы. В таком случае, раз уж мы заговорили, немножечко затронули уже до этого феста фото, логично спросить, в чем разница тогда между фотографией, когда вы в студии, и фотографией, когда вы на фестивале. Какие можете отметить нюансы? Например, что вам, как фотограф, больше нравится в той или другой съемке, и в чем сложности? Конкретный для вас или общий, может быть, какие-то нюансы? Значит, что нет, потому что это будет кратко, я не в фестивале фотограф, я фотограф, в первую очередь, на фестивалях, но лично для меня, главная точка черта, это то, что нету для меня оборудования. То есть, у меня есть нужная, у меня есть новость, есть сучки, я не таскаю с собой. И, вот, допустим, сегодня, например, я фотографировал на улице в двух вариантах. Некоторых персонажей я фотографировал на фоне зелени, кто подходил, это были принцессы из сказки Шрек, вот, и фотографировал просто на желтой стене, на обыкновенной слева здания, для замены фона, как раз таки. То есть, подбирал персонажа, специально, которые подойдут для замены фона. фонарь, и фотографировал. Ну, этим ребятам повезло с фото, согласитесь. Ну, также, на природе будет не хуже, они также приятно красивы в том, фотокарчики. Но, это главная черта, что все-таки приходится немножечко придумывать, выдумывать, где поставить. Также, например, с импульсным светом таскают, делают фотоуглы, они настраиваются на тот свет, который им нужен. Определенности ему света. Я так и делал, потому что ему не лень. Ну, каждый имеет право на свою технику. Я тут тоже соглашусь с моей коллегой, потому что на фестах фото очень важен фон. Ну, как на то, что мы важен, на фестивале сложно подобрать как-нибудь личный фон под какие-то косплеи. Приходится выкручиваться, вот, либо искать фон стены, либо идти в лес голосу, в какой-то парк. Поэтому в этом и сложность, и интересность какая-то. Для меня лично интерес в том, чтобы попробовать найти подходящую локацию под определенного косплеера, и чтобы феста фото выглядела не совсем как феста фото. Ну, а я как раз-таки наоборот феста фото стараюсь делать как феста фото. Собственно, отличается очень сильно от студии, потому что в студиях действительно есть аппаратура, есть идея, есть концепт, который надо замутить. Вот. На фестивале конечно мы просто сфотографируем красиво, чтобы у человека были хорошие фотокарточки. Главная проблема естественно локации приходится очень сильно адаптироваться, искать интересные места, смотреть на свет, куда что-то падать. Я уже не так не занимаюсь, потому что дома очень много желающих есть. Хочешь сфотографироваться, если я буду на каждого тратить по 20, по часу, по 3 часа. Да, ну, ну, два человека будут классные фотки, но 50 не будет. Собственно, у меня основной концепт для фотографии по большему количеству человек, чтобы они остались чем-то с памятью, с красотой, с плотой. Ну, а кому на деле афотограф заказывать студию потом и там если мальчик контролирует на 3. Звучит логично, конечно, да. Ну, в таком случае поговорим о фотосессиях, раз о фестафото, в принципе, наверное, все уже сказали. Сам процесс вообще фотосъемки. Если косплеер не знает поз, например, ему нужно подсказать вывод, как считаете, или как есть? не, не, разумеется, надо обязательно подсказать. Самый способ найти какие-нибудь концепты артеля, посмотреть, показать, сказать, что-то такое похожее, и это должно оттолкнуть. То есть, если человек совсем не может вставать, можно пойти каким-то классическим позам, которые всегда выигрышными смотрятся. Ну, поставить, посмотреть, откадрировать, что-то, если рука плохо смотрит, идет, то есть, получается, все равно можно даже сам обрезать, тогда я не совсем правильно выразился. И получается уже нормальная фотография, даже потому, что не умеет позировать, не сильно мешает, потому что основная концепция, на лицо, главное, чтобы глаза были в порядке, позже, с верой, мягеньким, и, в принципе, можно заодно поставить. Дальше фотошоп. Сейчас вы Обычно перед фотосъемкой я всегда разговариваю с моделями и прошу им показать кадры, которые они хотели бы повторить. Может быть, какую-то общую, если не кадры, то общую идею в стилистику фотосъемки, которая им понравилась. И, конечно, если человек не знает, как ему вставать, например, новичок в косплее, ты уже начинаешь себе показывать, например, встань вот так, встань так, и человек повторяет, ему проще так увидеть. Если, например, происходит дема по студии, очень хороший вариант поставить перед человеком зеркало, и тогда он сможет видеть, что он делает, и как бы, например, он хотел сгубить на ход, и это очень удобно для тех, кто так начинает фотографироваться. Ну, твоё мнение? Ну, у меня есть два пункта. Я изначально делал нотборд. Нотборд – это социализирование референсов, фотокарш, примеров, как должны быть деться кадры, как должен быть мобилик, какие даже позы у неё. Я это подбираю, отбираю, для каждого кадра я расписываю один кадр, такой-то, такой-то, такой-то. Всё это высылаю модели, высылаю примеры, прошу его тренироваться перед зеркалом, домом, смотреть, допустим, ещё раз оригинал, почему, так сказать, по игре, по нему, не имеет значения. Второй пункт – это импровизация модели. Если она умеет позировать, если она может импровизировать фотосессии, я прошу её делать и управляю её максимально, как это возможно. То есть, прошу замереть, управляю её после, как я считаю, что это будет лучше, красивее смотреться. Давай. Я хочу добавить, что тут важный фактор, который ты упомянул, в том, что бывает, что люди приходят и говорят, я хочу вот так, а бывает, люди приходят и говорят, я хочу красиво. Соответственно, если не готовы их референс, то уже они делают этот ноутборд и подборку картинок. Если нет, тогда уже вместе с фотографом решают, что снимать, либо потом как-то правильно выбирают все. Ну, то есть, скажем так, ревьмируя немного этот пункт, так как я услышала, в принципе общие идеи, вы все-таки рекомендуете моделям сначала подготовиться, то есть, не приходить на съемку вообще не зная, что вы там будете делать, все-таки собрать несколько каких-то референсов, соответствующих персонажей, которые вам нравятся по позе. Ну, представьте ситуацию, приходит человек и говорит, я хочу красиво, окей, ты его ставишь, а он не ставится. Мы просто человек не можем поставить, ну, никак. Ты даже показываешь референс, а он не может это сделать, потому что они не тренировался. У нас была на одном фотосете классная фраза «Постановщик-поз». То есть, это специальный помощник, который побегает к тебе и поправляет, где ты кисть тут, пальчик тут, согни там, носик туда, вот это очень, кстати, полезная вещь. Рекомендую. Бывает это, да. Хорошо. Еще одна небольшая тема уточнение. Как добиться динамики на статичном фото? Есть у вас какие-то личные лайфхаки, может быть, как сделать фото динамичным, хотя человек стоит? Чтобы было интересно смотреть, не плоская картинка. Например, я люблю делать фотографии с эффектом, когда платье развивается, тряпки развиваются, ну, что угодно может развиваться, то есть эффект ветра. Но когда ты снимаешь в студии, там нет ветра. Какого-то будет делать? Я обычно беру булавки и нитку, либо леску, и, соответственно, помощников, они делают эффект тканей, вот так вот, трепешат, и получается эффект и красиво. То есть, что будет можно подкинуть. Юбку, например, в нейро-стомато-тубе то же самое, вот так же задирать, или какой-то мастер. Давайте не внутренне как раздирать юбку, у нас фестиваль 12+. Хорошо. Так, ну, понятно, дальше как-то идти. В чем я ищу? Охо! Что, не делаешь динамичный эффект? Ну, самое простое это какие-нибудь крючения только. Но не снимать с серии, вот эта модель делает обороты вокруг оси, а ты смотришь и снимаешь только в те моменты, когда лицо проходит определенный ракурс, 45 градусов примерно, чтобы лицо было красивенькое. И дальше смотришь до платья, иногда получается хорошо, иногда не с первого раза. И, собственно, такие очень хорошие фестивали, в Мастер-кэффе, иногда, меня постоянно просто, и скрутят тоже, так, как-то такое, давайте там, и здесь. Подброс волос классический тоже делаем, нужен помощник, это подбросить. Но, зачастую, то ли, я не умею подбросить волоса, и тянут на себя, и тянут вверх, и получается, очень красиво, и эффектно, я улучшил даже людей, которые вообще этим не занимаются, и у меня есть коллеги, с полной фотографии, прям ваши потрясающие волосы, возможно их покрыть. Обещаю вам показывать, там есть они в коллекции. Ждем потрясающие волосы, очень интересно увидеть. То есть, кадры в движении, это не только волосы, это все, в принципе, еще можно стоит добавить насчет оптики, на которую снимают, то есть, если ты снимаешь широкий угольник, это широкий уголь, это может показать больше динамики, больше движения. То есть, техника тоже имеет значение, ты используешь техническую. А минутархотограф должен понимать, на какой объектик он что снимает, и что он хочет получить, потому что картинка получается разное с широкий угольника, портретника и тенника. То есть, если какие-то заклинания приносишь, видимо, скачь ли она сидит. Шмоголька все правильные. Понятно. Ну, наверное, раз уж коснулись техники, задам каверзный вопрос, который не любят никакие фотографы, я как бы знаю об этом. Вопрос. Имеет ли значение оборудование для качества фотографии? Смотря что ты хочешь получить на выходе. Если ты хочешь делать просто милые селфи косплей, выкладывать это в инстаграм, спрещенные соцсети России или ВК, то хватает телефона и какой-нибудь кольцевой лампы. Как бы публике нравятся такие кадры, но если ты хочешь делать более интересные снимки, более профессионально выглядящие, тогда да, хорошая техника, она необходима. селфи Ну, все-таки, наверное, поставлю акцент. Она хорошая техника. Играет важную роль или все-таки можно хорошие кадры, например, если я хочу заняться фотографией, косплей, или можно все-таки надеяться на что-то хорошее с таким средненьким? Конечно, даже нужно, я бы сказал, потому что большинство техники снимает довольно большой широкий диапазон того, что можно снять именно более дорогую. То есть дорогая техника не всегда означает хорошо. Тут очень важно понять границы конкретно вот этой технической штуки, что у вас есть, и выжимать здесь днем максимум. То есть понимать, что она может, что она не может. И использовать как преимущество. И, в принципе, даже очень любительский простой фотоаппарат, она наоборот называется D1100, вообще никакой, но на него я снимал просто потрясающие штуки на работе, поугарив просто несколько штук головок. И не мешает мне на том, он нормальный аппарат, на работе ненормальный и сфотки. И сфотки. Я так считаю. Ну, ты просто наработал свой навык до таких высот, что просто уровень бог, да, ты хоть на ведро сфоткаешь, и будет уважать с тобой. Ну, это так и работает. Но техники играют страстепенную роль. То есть техника это инструмент. Техника вам упрощает работу с фотографией, но она не делает ее штуровой. Штуровой делает именно вы ее. Композиция, работа со светом, с моделью. Какая бы техника у вас не была, у вас не получится, у вас и другие остальные навыки фотографии. перфекционисты, вы не сможете есть, если вы не умеете ей пользоваться. Хорошо, давайте перейдем к перфекционизму фотографии в косплее. Вот, например, как косплеер, это, я могу сказать, больная тема, потому что перфекционисты, да, есть люди, которые там каждую ниточку, пуговку, там волосочек к волосочку, чтобы было все уложено просто идеально, чтобы человек успокоится, пока не сделает все так, как вот он видит, чтобы все было идеально. Какое у вас отношение к этому фотографии, при съемке и особенно при летуши? Вот, когда вот у вас, вы считаете, предел, когда уже все, когда вот идеальной не было? или вы так не заморачиваетесь? Заморачивался ранее, сейчас я так себя заморачиваюсь, стараюсь это перекладывать на клиента. То есть, если клиент доволен, меня это более-менее чем устраивает. Даже если у тебя самого ты видишь какие-то косички, да? Ну, если я вижу какие-то свои косяки, то, ну, или не свои, но в принципе какие-то косяки, я их исправляю и максимально стараюсь исправить в своих возможностях, как я это могу, как я это умею. Но зачастую сталося такой ситуацией, что люди, многие в интернете, на скотах фотографий, они внимания на детали не обращают. Они вот как ниточки, буговки оторванные, они даже могут их даже не заметить. Они увидят красивую фотографию, скажут, «Вау, классно, мне нравится, красивая девочка, лайк», и как бы даже могут их не заметить. Кто-то бывает наоборот делает. Замечается, сюда замечается, все. Прибежал, да, специально фотографию, но ничего. Ну, есть моменты, когда это нужно делать, но зацикливаться на этом, я считаю, не нужно. Ну, хорошо. Не нужно зацикливаться на просмотре чужих фотографий, а именно в качестве. Просто ставьте лайк, если видите фотографию красивую. Хорошо? Не рассматривайте ее. Я согласна, что нужно исправлять какие-то минусы сразу на фотосъемке. То есть, если видишь, что у модели там выбился как-то волосок на облике, ты говоришь, «Извини, можно я тебя тут поправлю?» Модель должна как бы логично ответить, что «Да, конечно», потому что вы хотите получить наиболее лучший результат. Ты поправляешь, и потом ты уже не тратишь время на ретушь всего вот этого, потому что, когда фотосъемок много, они идут потоком. Это просто кто рассматривает эти фотографии в интернете. То есть, если захотят придраться к фотографии, к ней придерутся, как бы идеально она ни была сделана. Поэтому иногда нужно не запариваться, потому что вспомнить, если различных художников, некоторые художники по 30 лет рисовали одну и ту же картину и перерисовывали. С фотографией можно делать то же самое, но это не нужно делать. Я вам тоже интересную вещь расскажу. В книгах писали, что если фотография не получилась, вы смотрите, ну, недостаточно, что-то, какие-то там посяки серьезные, идите, переснимите. То есть, там не считалось, что на сети фотошопа часами. То есть, фотография есть фотография. Радость, радость это или не радость, но в этом плане так делается. Вот, я считаю, что фотошоп должен быть, но его надо ограничить. Где-то 7 минут на фотографиях в среднем, это вот такой предел, который желательно держать. Можно больше, конечно, если эта фотография, какой-то конкурс идет, если вы хотите, прям вот, ну, чувствовать, что это суперфото, надо доделать. Можно и 15, 20 минут в день и два просидеть, это не вопрос. Но, вот так вот, постоянно каждую фотографию не нужно. 7 минут из-за глаза пойдет. Четкий тайминг в старом будильнике, это, знаете, как 50 отжиманий, там, не знаю, в минуту, стараешь тайминг в минуту, пока не сделаешь 50 отжиманий, не выйдешь, да, так же с фотографией. 7 минут и все. Хорошо, раз уж мы заговорили о ретуши, вот, ну, с вашей стороны, понятно, да, вы считаете, что есть определенный лимит ретуши, когда надо уже остановиться. А с точки зрения модели, вот как относитесь к правкам, когда вы уже отдаете фотографии, ну, логично, да, что бывают какие-то правки, там, а тут вот здесь, что-то мне не очень понравилось, тут вот тут. Ваши отношения и тоже какой-то вот лимит, наверное, от косплееров. Ну, у меня в минуту так и не получилось, с моей гилды сколько не было, у меня присылали, я делал, мне присылали, я еще раз делал, мне присылали, я делал и третий раз даже, на неделю. Вот, но в целом, конечно, новый какой-то лимит, я бы рад, что меня лично самому хотелось сделать до конца красиво, но в целом, больше одного набора правок лучше не брать, это нормальная тема, не стоит нагреть, скажем так. Второго шанса у вас уже не будет, короче. Я на самом деле в такой же ситуации, как Falcon, так что очень хотелось бы не брать правок по десятому разу, но они бывают, но в любом случае, я думаю, что клиент платит, если это платный фотосет, и он имеет право полное получить результат, который его устроит. То есть понятно, что если он захочет все футболы, которые у меня переделаны по-новому, это не совсем то, но какие-то минимальные правки должны быть, и фотограф может банально за чем-то не уследить, потому что глаз замыливается, когда ты там подряд уже делаешь десятую, пятнадцатую фотографию, ты не можешь просто увидеть все, тебе нужна смена деятельности, так, ты через неделю, может быть, увидел эту правку, но если бы прямо сейчас, готовую работу, ты просто что-то пропустил. Я, правда, отношусь очень положительно, в отличие от коллег, то есть я правки делаю спокойно. Иногда, конечно, могу немножко побудеть, пожаловаться, что нет, не хочу, но это буквально мимолетное явление, это разве наше в голове, но, как правило, именно модели, именно клиенты помогают сделать фотографию лучше, поэтому к ним прислушивайтесь. Если модель говорит, поправь вот это, может реально нужно это сделать. У меня совсем недавно был случай, когда меня попросили поправить на заднем фоне эффект свечения, сделать его менее ярким. Я это сделал, пришлось много переделать, потому что была замена фона, много, да, в пройти в обработке, но я это сделал, модель понравился, и все довольно счастливо. Но опять-таки, правки и правка невозен. Один раз, два раза это потерпимо, но если это тебя просят какие-то нереальные вещи, как Юля говорил, то да. Но все-таки реально, ситуативная ситуация, и каждый примерно слайд владеян разбирать. Ну, то есть, по настроению, да, есть лимит какой-то такой? Ну, не по настроению, но по надлости правок. Ну, есть правки, ну, вот, нормальные, то есть, какое-то выделие, у вас, ну, замывается. Ты сидишь часами в фотошопе, ты можешь кем-то посяти, их не увидеть просто, а модель, или там, другие зрители, они могут это увидеть. Вот, действительно, может, как-то так неправильно легла, что-то ткань, еще что-то, это легко можно поправить, буквально пять минут. Но если правка с разряда сделанной заново, замену фона, например, или сделанной заново, ретушь кожи, ну, а почему надо к этому человеку пришел? Зачем? Ты видел, как он делает до этого? И почему заранее не он говорил, да? Да, да, вот это очень важно, говоря заранее. Я стараюсь просить все правки, все замечания присылать мне вместе с отбором фотографий, которые будут на обработку. То есть, фотографии номера, что нужно сделать с этой фотографией, и пожелания модели. Хорошо, есть кому-то что-то будет? Нет? Да, я сейчас понял по поводу перфекционизма, заодно, немножко, вернуться назад. Есть сейчас такая тяна, что чем больше фотографий вылизываешь, тем больше находишь на ней новых косяков. Все больше и больше. ты вроде уже все поправил, вроде все идеально, и уже свежим взглядом на нее были еще новые штуки, которые раньше были не так ярко и видны, а теперь проявились среди того, что вроде все чистенько стало. и вот это тоже нужно где-то остановиться, играть, знать, потому что реально бесконечно просто у меня есть знакомые, которые сидели над фоткой, один день, второй, третий, каждый раз все не трогает, еще и еще, и еще, и потом просто не узнаваясь, там же не человек, там же просто а, такой издель, похожий на этого человека, что совершенно неправильно, не должно быть фотографии. То есть, в какой-то момент фотографии сняли, она, она, на фотоаппарате хорошая. Photoshop, он просто немножко помогает поправить то, что, ну, несовершенненно, как я делал. Вот, я думаю, это все, что это было. А как относитесь к изменениям пропорции такой вот прям пластики, в угоду, например, персонажа? То есть, если модель просит, не знаю, сделать его на три размера поменьше, а вы его уже сделали на три размера поменьше. Опустим этот момент, ладно. Ну, что-то такое, нереальные какие-то позы, нереальные пропорции, там, ноги, руки, глаза, что-то такое. Есть у вас какое-то, не знаю, да, нет, жесткое? Это безумно часто происходит, так не забавно. У меня есть такой лимит на пластику, совсем чуть-чуть применяясь, старое составить естественное лицо, чтобы человек узнавался, но все равно приходят люди и говорят, блин, а ты что, пластику не делай? Ну, как это? То есть уже есть, уже все должно быть идеально, ну, нет, надо еще. Но, в принципе, зачастую я, кажется, всем всегда все это делаю, даже если оно перегибает мои личные стандарты. Потому что главное, чтобы модель была счастлива, остальное, это чего-то, тем более не сложно. Но неприятно, это да. Такой удивительный герой, который не носит плащ. Ну, как бы, как бы, заслужено. Ну, тут я согласна с Сашей, и если это феста-фото, то вряд ли ты что-то будешь уже править, потому что это просто феста-фото. А если это какая-то платная съемка, то есть такое понятие, как клиент всегда прав. Ну, он, конечно, не всегда прав, но все равно ты делаешь для клиента то, что он хочет получить, он пришел к тебе получить вот это. Если ты согласился сделать изначально вот фото такими, то как бы будет добр, сделай их такими. Потому что клиент очень-то... Ну, понятно, что только единственное, это не глаза вот такие вот, то есть не совсем что-то ужасное, что граничит с сломанными ребрами, то есть потому что совсем его фотошопливать людей нельзя, потому что это будет выглядеть уже неестественно, смешно, и это фотографу уже в минус идет, потому что ты что, не видел что-то фотошопил, люди так не выглядят. То есть мы все-таки начинаем, чтобы все было нейтрально. Ну, мелкие правки они всегда могут быть. Минутка рекламы. У меня в группе есть целая статья по пластике фотошопа. Можете зайти почитать. Да, кстати, все ссылки на ребят будут у нас в группе Атомпосткона. Там уже есть соответствующий пост. Обязательно подписывайтесь, лайкайте их работы, заказывайте фотосессии. Там вся информация о пластике есть от фотошопа до реального исходного кадра. Но пластика нужна всегда. Вне зависимости, какой это кадр, даже немножко пластики не повредит. и что угодно можно двигать. Можно двигать не только человека, его внешность, а может изменять фон. С этим тоже много многие люди работают, поправляют кривые пельмы на заднем фоне. То есть, опять-таки, от случая к случаю с пластиками. Хорошо. И все-таки давайте немножечко такой негатив везем. У нас осталось не очень много времени, поэтому негатив будет немного. Что должен сделать косплеер или там что может произойти перед съемкой, на съемке, после съемки? Что вы бы сказали? Ну, с этим косплеером я больше работать не буду. Не заплатить. Это какое-то уже совсем жесткое. Насчет не заплатить. Немножко не в тему, но прикольно. У меня появилась такая тенденция клиентов. Раньше, когда фоткал ТФП, было бесплатно. Бывали случаи, что все региструвались, просто модель не приезжала, отменялась за один, за два. Но, ребята, я сталкиваюсь с такими историями ни разу, ни два. Может, сам такое делал, не знаю. Поднимите, что так делал. Нет, не поднимайте, он вас найдет потом. Сейчас у меня новая тенденция. Люди сливаются с фотосессии даже, внеся предоплату. У меня есть один клиент, который вынес еще в ноябре 1961 года деньги за фотосъемку. И так до сих пор не перешел он мне я. Можно я за него приду? Приходи. 50% скидку вывела в себе. Нормально. Верим с вопросом, что там было? Что должен сделать кастлеер, чтобы вы отказались с ним работать? Может, какие-то есть уже готовые трэш-истории? Оказалось, работать после фотосъемки или то фотосъемки? В принципе, в любой момент. Просто вы таки подумали нет, но это уже совсем не кривые ворота. Вариантов очень много. На памяти тоже очень много. Я не знаю, что можно сказать при данном рейтинге мероприятия. Учитывая твои фотосъемки, что я им это скромное. Ну, банально, это просто нежелание работать с самыми моделями. То есть нет никакого от нее обратного ответа желания как-то садисту в работе. Когда ты проверяешь палочкой жив, это ты вообще еще или нет, да? Да, как вариант. Понятно. Какие-то жесткие вот... подобные ситуации у меня, к счастью, чего-то такого ужасного не было, поэтому не могу ничего подобного сказать. У меня, к сожалению, К счастью, такого совершенно нет. Большинство, с которыми ты уже общаешься, которые тебе доверяют, ты доверяешь. И как-то даже, я не знаю, ну, если не придут на съемку раз, или два, наверное, стоит задуматься. не знаю, но мне понравилось предоплату ничего не было заработать. Тебе, к сожалению, так пока еще не везет, да, Falcon? Не такие богаты у тебя модели. Хорошо, ну, наверное, пока что подведу итог по своим вопросам. Как вообще повышать скилл в фото? Может быть, есть какие-то фотографы, ну, или, не знаю, еще какие-то у вас лайфхаки? Что вдохновляетесь другими фотографами? Или ищите в интернете, может, какие-то курсы, что-то такое? Ну, я считаю, что надо много снимать, повторять что-то, пытаться разбирать, почему это красиво было у другого у кого-то, ну, почему у него эта фотография хорошая, а ты почти так же знал, у тебя что-то не очень разбираться во всем этом, читать, статьи, ну, то есть, взять очень много взаимения. То есть, один раз в году поснимать, ты не научишься так или какой-то быстро. Ну, то есть, ты с девушкой такая, ну, не будешь, ну, прям такими, чтобы ты был, прям, считал всегда, что вот, я наконец-таки добился, добился, это надо учиться. и, я абсолютно согласна, но дам еще два момента, что можно ходить на мастер-классы к другим фотографам, это очень хорошая вещь, если есть какой-то мастер, который вам нравится, то он может какой-то внутренний огонь вас зажечь на своем мастер-классе, а также очень большой роль играет на смотрелес, то есть, если вы хотите делать красивые фотографии, то вы должны смотреть красивые фотографии, составлять ленту в соцсетях, чтобы там попадались красивые фотографии, отсматривать их, специально выделять время, что-то, может быть, печатать, или там сохранять на телефон, это тоже очень важно. Он согласен с нами, сказал он. Я еще чуть-чуть добавлю, да, еще надо понимать, что фотографии человека, это не просто один жанр фотографии человека, в этом жанре еще гигантская качественная типа пар жанров, каких-то определенных стилистик, подходов, то есть, они очень сильно разные, и каждый из них придется изучать с нуля. То есть, не получится так, что ты научишься фотографировать круг, мы близкие портреты, а потом, он рост, это тоже будет хорошо получаться. То есть, там тоже надо разбираться, каждый искатель его насмотренность, то, что Юля сказала, это прямо самое правильное. То есть, что вам нравится, что смотрите, так же снимаете, и вы в скором времени начнете понимать, чувствовать, и выделять свои какие-то вещи, которые вам конкретно нравятся, и создавать свой личный стиль. Вот так. А, кстати, насчет личного стиля, раз уж упомянула, хороший мне вопрос в голову пришел. Вот, как делаю я, расскажу вам пример. Я под каждого персонажа стараюсь подбирать фотографа так, чтобы я прям видела, что этот фотограф сможет с этого персонажа сделать в своем стиле, то есть, не пытаясь из себя выжать что-то другое, вот у него есть какая-то определенная линия, с хорошими фотографиями, например, какие-то фотосъемки, хорроры, или что-то забыленное, нежное, называю такое, ну, то есть, вот примерно так действует. Как вы считаете, личный почерк фотографа косплей вообще уместен? То есть, если, например, к вам пришли с каким-то персонажем, вы, чтобы сделать этого персонажа в более выгодном свете, будете менять какие-то привычные вам вещи? Или, все-таки, вот у вас есть уже какой-то почерк художника, вы и будете работать? Ну, если к вам пришли, значит, это устраивает. Ну, тут как раз зависит от того, что конкретно попросит, потому что, если подходит, можно использовать свой стиле, если не подходит, то придется разбираться, понимать, что конкретно, потому что, ну, если тренировку какую-то кто-то делает постоянно, а конкретно в этом случае она не нужна, потому что контрастные, темные, приночные кадры нужны, где будет черный, это черный должен быть, то тренировка тут уже никак не получится, поэтому стиль придется переделывать под клиенты, это нормально, учиться разбираться. Либо заранее сразу сказать, что я с таким не работаю, извините, мне не интересно. То есть, не надо стесняться отказываться, это тоже важный момент. не брать все подряд, а разбираться. Ты то, что ты ешь, ты то, что ты фоткаешь. Я считаю, что все равно какой-то почерк есть у фотографа, есть какие-то отличия небольшие, и понятно, что ты не можешь сделать что-то кардинально противоположное, но как бы шаг туда, шаг в другую сторону, это всегда имеет место быть, и даже если фотографировать одного и того же персонажа, одного и того же фотографа, это будут разные там локации, разное время, свет, но в общем, можно сделать всегда все по-разному. можно, но не нужно. Ну, с вами слистики. Мой совет косплееров, найдите себе двух-трех фотографов, чей стиль вам нравится, чьи работы ваши вам нравятся, к ним и идите. То есть у вас в голове перед заказом фотосъемки должна быть четкая картинка, что вы хотите получить. Например, просто у всех фотографов в стиле разный, и лучше всего, когда фотограф работает с вами в своем стиле и дает вам фотографии так, как он это умеет делать. Не нужно его заставлять придумывать колесо. Алло, молодец, это правильно делает. Действительно, то есть находишь двух-трех фотографов, тебе приятно, комфортно работать, и чей стиль тебя устраивает, с ним работаешь. И он тебя фотографирует правильно, грамотно, в своем стиле. Хорошо, спасибо. Ну, я думаю, что у нас осталось время как раз перейти в зал. Я перейду в зал. Вот, а наши фотографы будут отвечать на ваши вопросы. Вы можете поднимать руку или выходить ко мне поближе, потому что я не очень хочу подниматься вверх, если честно говоря. Да, вот у нас веба, вопросы с зала. Нужно пару слов о коллективе, кроме моделей, которые еще подбрасывают волос, выставляют репосты, помощники. Помощники, как правило, в кастплей-сфере, со стороны кастплееров приходят на фотосъемки. Если у меня есть помощники, обойтся больше, первым как правило, помощники приходят со стороны косплееров. То же самое визажисты бывают со стороны обычных косплееров. У меня есть контакты, я могу порекомендовать, но обычно все бригады приходят со стороны косплееров. Какой размер бригады? Все зависит от фотосъемки. У меня как правило обычно максимальных В моих словах в фотосъемках это два ассистента, плюс один гример, ну гример визажист, иногда два человека разделенных, хотя у четыре. Очень важный у помощников то, что помощник не должен мешать съемке, он должен помогать максимально, что следует название. Просто бывает, что создается групповая съемка, и кто-то из косплееров знаком с помощником, а кто-то нет. И некоторым людям бывает некомфортно работать с каким-то определенным человеком. Нужно стараться избегать таких моментов, и помощники должны понимать, зачем они здесь. Они приходят не повеселиться, они приходят точно так же поработать, как это делают фотограф-модель. Поэтому помощник должен уметь и нормально подкидывать, и в нужный момент что-то принести и отнести, и сходить купить воды, если вдруг такая нужна будет, и отснять бэкстейджи какие-то. Так что помощники бывают важны, но если съемка, опять же, маленькая, то можно обойтись ролью моделей потоков и не то не надо быть больше. Ну, Юля бы все правильно сказал. Я только хочу добавить, что иногда реально лучше не иметь помощника, чем помощника, который будет мешать. Это шутки шутками, они безумно мешали. Однажды сократили съемку с часа до 15 минут. То есть, они просто своими делами занимались и мешали, не давали спокойно собраться с моделью. Она нервничала, психовала, что-то сломала, и в итоге у нас было только 15 минут на работу, вместо того, чтобы просто помочь. Она сама, скорее всего, быстрее устраивалась, водилась, и мы спокойно не снимали. Поэтому очень внимательно относитесь к помощникам. Они нужны, но нужны помощники. Так, вот у нас еще... Вы... Есть еще что-то дополнить? Нет? Еще один вопрос? Так, вопрос лично к Falcon. Расскажите, пожалуйста, о вашей волшебной кнопке в фотошопе. Сделать все офигенно. Кнопка называется чуть-чуть по-другому, но фестиваль 12+, поэтому сделать все офигенно, да? В принципе, там просто уменьшение фотографий до контактового размера, немножко резкости накидывается. И, кстати, смех смехом, а ты пользуешься такой вступкой для социальных сетей, там 6к размеров фотографий никому не нужен. ВК все равно не уменьшат, угробят, ничего хорошего не будет. Когда вы сами контролируете в фотошопе и уменьшите социальную сеть правильно, ну, можно закупить, найти верховый размер. Когда выкладывается, она будет иметь оригинальную резкость на любом компьютере, на любом экране, ну, и почетче. То есть там даже убирается какой-то легкий фотошоп. Я вам расскажу маленький секрет, даже волосы, торчащие в единочном шее, при уменьшении в два раза они исчезают. Это смех смехом, но и для феста фото это просто вообще доходка. Все. Большое спасибо. Как вы относитесь к фразе о том, что в фотошопе подмажем? То есть, если, например, это касается цвета линз, если она чуть-чуть, допустим, не подходит и вас просят подмазать в фотошопе, если это с линзами, то вы хорошо к этому относитесь? Или, если это касается многих деталей, то меняется ли от этого ваше отношение? Ну, не совсем меняется. Просто настроение немножко портится, понимая, что этот фотосвет уже не получится быстро отдать. Даже если вы договоры за неделю, уже понадобится либо очень сильно поднаправить, либо что-то делать. Но, в принципе, это нормальная вещь, потому что, ну, задушевая клиниза, как бы, отменять всю съемку из этого гадца в сранце как-то, ну, не в моем стиле. Но, скорее всего, я думаю, сейчас у коллег тоже интересная история, вот на это взял. Я просто хочу сказать, что нужно не забывать, что многим людям нельзя носить линзы по показанию здоровья, поэтому подмазать цвет глаз – это самое простое и не требует много времени. Я не считаю, что это какая-то сверхзадача, поэтому подправить минимально. Вот тут у меня волосок постоянно вылазит, подправь, пожалуйста, там, или вот что-то еще. А если говорят, ой, я вот тут не дошил, тут у меня вот это, ты в фотошопе подправь тогда, вот это уже другой разговор, то есть это не твоя работа дорисовывать костюм косплеера, а минимальное что-то, да, без проблем. Ну, т.е. когда просто нарисовать заново крафт, это строго нет. Вопрос только по линзу или, в принципе, по графкам? В принципе, наверное, по… Сделать потом в фотошопе, да? Да, надо дорисовать костюм в фотошопе или детали какие-то. Категорически против, если это не моя инициатива. Если вы можете сделать что-то либо на самой фотосессии – делайте на фотосессии. Можете что-то воссоздать – делайте на фотосессии. Потому что потом в фотошопе, когда у вас очень много работ, очень много будущих клиентов, он действительно плотный график, вам это будет только мешать. Все, что можно делать на самом фотосессии – делайте там. Можно я еще от себя скажу? Потому что всегда, когда что надрисовываешь в фотошопе, всегда видно, что это дорисовано. И круче, когда ты видишь, материально его можно, в принципе, попробовать, если ты его видишь, да? Это всегда видно и чувствуется на фотографии. Ну, это просто от меня такая ремарка. Мила хочет знать, сколько зарабатывают хорошие фотографы? А я хотел спросить, кто ваши любимые персонажи? Так, два вопроса сразу, да? По поводу заработка. Хороших фотографов зарабатывают много. Но это не косплей-фотографы. То есть, если хотите денег, косплей-фотографии – не ваша среда. Объясню, почему. Потому что, например, среднестатический портретист в тех журналах зарабатывает за месяц в два раза больше в три, чем среднестатический косплей-фотограф. Это очень такое… Коспер бедный, у них все на костюм ушло, им не надо чем платить. Ну, как-то так примерно, да. А второй вопрос… А второй вопрос, любимые персонажи? Нет таких. Нет таких. Я шучу. Ну, если спрашивать про любимых, их реально нет. У меня просто есть определенные критерии. То есть, это игровые персонажи, фильмы, сериалы. Но лучше все больше, конечно, игровые. А с ними этому не приходите. Мне можно, но редко сфотографировать. Храбо, да? Ну, хочу, конечно, любимый персонаж. Это, как ни забавно, занимание не шелки машины, а Е86-я. И тут не поспоришь. Я слишком сильно люблю. Как-то не получилось, у меня, типа, персонажа, которые мне прямо так в сердечко ударили. Вот. А первый вопрос был про… Сколько ты зарабатываешь? Я не знаю, что. Мы деньги просто ставим как… Просто для серьезности, чтобы человек понимал, что он приходит вот как… Никак вот… Ой, я все не могу. О, нет, я не забываю. То есть, это чисто такое символючистое. Я не знаю, что мы не знаем. То есть, мы нисколько не знаем. Любые цивилы фотосеты обычно покупают сразу десяток таких. Работают за еду. Как-то так. Это нужно идти в свадебщики или в портреты, в общем. Да. Любимые персонажи – это всякие вредные девочки. Типа Аска и Дьеды, хор из волчатской пряности, там, линтосака. Такие. У фотографов обычно еще бывает стоп-лист. Я встречала такое. Когда они отказываются фотографировать какой-либо фундом. И я, как косплеер Молитву Пони, сталкивалась с тем, что лектор-фотографа отказывается напрочь фотографировать Молитву Пони. У вас такое бывает, что вы не хотите какой-нибудь фундом фотографировать? Или какой-нибудь стилистики, может быть? Никогда не возьмусь. Стилистика вряд ли, а вот именно фундом. Вопрос от этого. Стоп-листа нет. Как говорилось ранее, я фотографирую всех и вся. Но главное понимать, что я сфотографирую даже Молитву Пони. Но именно так, как это вижу я. То есть, можно спокойно прийти на такую фотосъемку. Но приятнее на моей работе вы должны понимать, что получите в конечном итоге. Я сделаю именно так, как я это умею. То есть, я отказываю в редких случаях, когда по разным ситуациям не хочу и буду когда-нибудь фотографировать. То есть, такого у меня нет. Можно я дополню вопрос? Может быть, причиной отказа еще качество костюма? Например, фандом-то ладно еще, но вы видите, что вам не нравится костюм, вам присылали образ. Вы откажетесь это фоткать? Раньше, да, отказа сейчас нет. Потому что сейчас такие как бы просто не переходят. Что ж, солидно. У меня тоже нет стоп-листа. Если только что-то совсем девиантное ко мне придут фотографировать, я скажу, извините, я такое не снимаю. И по поводу костюмов. Изначально тебе пишут Бути достаточно хорошую работу. Можешь посмотреть работы. А на новичков, да, спросить можно показать костюм. И у меня даже не было ни разу, что присылали что-то прямо ужасное. Ну, я не знаю, если человек скажет, я хочу быть таким-то персонажем, например, моим, да, но скажет, у меня нет шляпа, у меня нет парика, у меня нет перчаток, у меня нет обувь, нет гольф, и вместо шорта у меня юбка, тогда я скажу, извини, это не то может быть. То есть нужно видеть, да, тоже по ситуации, но такие случаи вряд ли могут быть вообще, в принципе. Ну, у меня примерно так, что стоп-листа никакого нет, и не приходили к нам такие ребята, что, ну, я не знаю, я что смотрю, но мне интересно. Разберусь, я посмотрю, снимаю. То есть ты зачастую, ну, не подался вообще пообщать, ничего такого, что можно было бы не снять. Я тут хочу добавить, что чаще бывает, к тебе приходит человек с каким-то интересным образом, который ты не знаешь, и тебе, наоборот, становится интересно это поснимать, потому что ты знакомишься с источником, откуда этот костюм. И не то, что ты хочешь отказать, а ты такой, ура, ко мне пришел этот человек, я так рад, так рада. Я хотел спросить по поводу фантомов, которые относятся к ужастикам и всякое связанное с этим, где эффект «Зловещей долины» может стать желательным. Вот таким вы и сталкивались, где просят искусственно что-нибудь сделать, вытянуть лицо, чтобы было видно, что это не человек или не совсем человек? Ну, это как я спрашивала про пластику по поводу персонажу, что-то вроде этого. Ну, конкретно в хорроры давайте тогда сделаем акцент. Я снимаю хорроры, любыми, наверное, люблю снимать хорроры с Silent Hill особенно. Но у меня не было на моей памяти такого, чтобы у меня просили именно лицо изменить тотального персонажа. Какое-то ужасное что-то. То есть все было именно в рамках канона, это было либо грим, либо делали персонажа такого, которому не нужно просто. А так, конечно, у кого-то в любом это бывает, и в плане пластики это нормальное явление. Я тоже очень люблю хорроры, но я люблю не прям что-то страшное, а когда... Прошу прощения. Когда какие-то там маленькие девочки, как в Мадоке, в трэшке, все страшно плохо, вот что в таком. Но чаще всего там тоже кадры делаются за счет установки какого-то резкого света, затенения части лица. И в целом мрачные граммы обработки фотографий. А прям правок по вытягиванию лица чего-то такого не было. Но если, например, невозможно никак сделать персонажа в жизни, то есть не супер вытянутое лицо, и это либо маска делает, либо как-то еще, то тут можно, понимаете, потому что пластикой что-то вытянуть, дорисыпаясь так далее. Я бы как рад, у меня совсем такого не было. Но в принципе, обычно люди сами приходят с такой внешностью, которая подходит под такую штуку. Иногда они, наоборот, хотят подчистить свою индивидуальность, и потом что подходит под этот образ. Такое тоже бывает, в том числе и флореры. Все. Я хотела спросить насчет групповых фотосетов, начиная от десяти и больше человек. Как вы к ним относитесь? И насколько скептически, или нравится ли вам фотографировать, или отказываете ли вы в фотосете, когда большое количество человек? Ну вообще, расскажите о своем отношении к групповым фотосетам, начиная от десяти и больше. То есть, таким прям многомасштабным. С этими проблемами стали? Да. Мне в первое время безумно очень нравилось это. Я даже ценник оставлял какую-нибудь ночь, и не понимал, почему люди вставят больше его, потому что мне без разницы, качество фотографий оставалось только же. А работе было безумно интересно, потому что парные фотографии могут раскрывать новые, необычные штуки. Ну и, собственно, мне безумно нравится. Там много новых нюансов появляется, которых нет в одиночной съемке. То есть, там даже свет надо стоять по-другому, потому что, если поставить двух человек, один будет загораживать другому свет, и уже не получится одинаковый световой дверь. Некоторые снимают по отдельности, скажем, десять человек, а потом это фотошопы накладывают на другую, чтобы свет был одинаковый. Такое тоже бывает, это надо тоже обговорить заранее. И групповые фотошопы. И групповые фотошопы требуют как раз подготовки, как серьезно, как у Андрея. То есть, прямо обязательно расписывают, разрисовывают все, договариваются, потому что иначе будет полагарно, все будут ругаться, что-то не понимают, что делают. И вот желательно еще координаторы иметь, которые будут за всем следить. Я абсолютно согласна, что без координатора никак. Но, в целом, мне кажется, снимать групповые проекты очень интересно. Единственное, что нужно понимать, что если вас 20 плюс человек, даже 10 плюс человек, супер-мега-шикарные фотографии, когда все вместе, вряд ли получится. То есть, это либо будет что-то очень сложное, и вы один кадр будете выставлять по часу, и если у вас на это возможность, либо у вас будут достаточно красивые и милые фотографии по одиночке, по парам, по группам, и у вас будет просто общая фотография, где вот вы все сидите там около диванчика, или вы все там стоите на цепарате. То есть, при заказе такой съемки нужно понимать, что будет, скорее всего, либо вы потратите очень много времени на построение одного кадра с людьми из 20 человек, либо будет общая такая ручка. Это не плохо, не хорошо, потому что сейчас мы смотрим фотографии, чаще всего, на смартфонах, на устройствах, и какая-то картина, да, вот как я обожаю, фотографии, они близкие к живописи, как раньше рисовали картины, там, от 20 до 30 человек, они все в своем угле, и ты подходишь и смотришь огромное полотно. В нашей реальности с фотографией так не сделаешь, потому что у нас редко печатают такие огромные фотографии, поэтому при групповой съемке все вот эти моменты надо учитывать, понимать. Какой кадр вы получите? Лично я в госплее не беру практически групповую фотосъемку, как 10 человек. В другом жанре беру, в госплее не беру. То есть до 10 человек могу бы снимать с массовкой, но когда там просто 15-20 человек, я не снимаю. Расскажи тогда про групповые фотосъемки, но другие, в смысле что? Может быть у тебя есть какие-то там лайфхаки? Тоже по свету? Как выстроить там в кадре их, например, ребят? Все выяснить? Главное правило. Вернемся к технике. Вам нужен широкоугольник. Без широкоугольника на котором фотосъемке делать нечего. Надвигать тоже не вариант. С вами лучше нужен широкоугольный объектив для работы с группами. Даже уже 4 человека вам нужен широкоугольный объектив. От 35 миллиметров и ниже. 24-20 миллиметров. Лучше боксное расстояние для групповой фотосъемки. Если ваш фотограф такой техник не ладает, лучше идти к нему. Я вот немножко не соглашусь, потому что у всех немножко разный подход. Я люблю снимать на улице, и я люблю отбегать назад и снимать с портретника группу людей. То есть я точно так же снимаю и на широкоугольник, и на портретник, потому что картинка получается абсолютно разная. Поэтому зависит действительно от того, кто делает какие съемки. Поэтому, как правильно будет, мы уже говорили, что найдите своего фотографа, потому что у него будет такой результат, как он делает свой стиль. Я еще добавлю, что если далеко отбегать, надо очень внимательно слить диафрагму, чтобы все были в фокусе листа, потому что очень легко промазать и не умеетить. Опять что-то на юридийском. Есть еще вопросы из зала? Может быть, какие-то лично какого-то из наших гостей о его опыте в фотосъемке? Я ничего не знаю. Нет? Что же все так скромно? Ага, вот так, вопрос. Как правильно выстраивать общение с моделью? То есть есть модель зажатый, есть слишком раскрепощенный. Как правильно держать баланс? И есть ли у вас какая-то универсальная модель поведения, чтобы клиент чувствовал себя комфортно, и ты как фотограф чувствовал, что ты не просто тот обслуживающий персонал, а профессионал? И вот как надо это поведение правильно ставить? Ну, тут в первую очередь надо полностью закрыть все темы, которые могут человека заставить нервничать о каких-то деталях в съемке, либо в костюме, либо в самой себе. То есть можно просто общаться, смотреть, что происходит, поддерживать везде и, если надо, ей помогать, и даже не вдаваться в какие-то детали, говорить, ой, здесь что-то очень плохо, ой, ну, фигня какая-то. И когда фотоаппарат смотришь, если у тебя даже косяк есть, не надо об этом говорить. То есть ты смотришь, косяк есть, ничего, ну давай другую пост, то есть, ну, даже не говоришь, что оно не получилось или что-то, ну, хрена с ней, другую с ними, то есть вообще никаких проблем нет. И, ну, по-добродушному покажут, что получается, то есть не прятают там типа потом, потом, потом. И они с собранием сами раскрываются, понимают, что с тобой комфортно, начинают раскрепощаться, лучше позируют, понимают, что в принципе там все уже хорошо получается, можно и не париться. И как только они вот расслабляются, в одно момент начинаются самые лучшие фотографии и, собственно, больше у нас было нужно. Вот. Я согласна опять же. Но есть еще один момент, который работает, возможно, у меня и на успокоении себя. То есть, например, у нас мало времени осталось до конца фотосъемки, я говорю, модель не переживает, мы такие молодцы, мы справимся, мы все успеваем. Я понимаю, что мы ничего не успеваем, но я говорю, успокаиваю и модель, и себя, и в любом случае, в спокойном таком состоянии, мы лучше работаем, там, те 10-15 минут, которые остались, чем мы будем там паниковать моделью, и с несколькими моделями думать, а, ничего не успеваем, а что-то срочно снять, поэтому максимально спокойно, расслабленно, успокаивающе. Как бы, нужно еще понимать, что поток рука — это не обслуживающий персонал, это человек, который координирует всю съемку, и он должен отвечать за то, как встала модель, что у нее там хорошо, что плохо, потому что она не в стене модели, не может видеть себя со стороны, у нее нет классной затылки, там, где где-то на стене, поэтому поток должен уметь расслабить, настроить молодцы, успокоить, сказать, что модель молодец, очень классно, все здорово, все супер. Да, правильно сказал, не молчать очень важно, когда фотограф молчит, ничего не говорит, «Блин, я что-то не так делаю», и все, это сразу все у нас маркует. Обязательно общаться, вести диалог, и я иногда вообще в транспорту начинаю рассказывать еще и про технику, что я там встал в настройке, это не всегда уместно, конечно, бывает, но все равно хотя бы какой-то диалог, ты смотришь, как она отвечает, что с ней происходит, ну, в глазах там, и думаешь, как действовать дальше, чтобы не только техническую часть, но и взаимоотношения с моделью тоже какой-то было. Все. Ну, может быть, все-таки есть какой-то универсальный лайфхак, как модель может, там, ну, люди бывают скромнее, да, раскрепощеннее, как правильно отметили, как модель, если она, например, замкнута, может себя расслабить, какие бы вы советы, может быть, дали, что работает, что нет? Лайфхака нет. Каждый индивидуальный, да? Человеком каждый индивидуальный, да? Ну, может, музыку там приятно включить, даже свечи. Все это вы можете узнать только от самой модели. Лучшим вариантом будет у нее все спросить. Максимально. Сколами через руки, если что, да? Все поняли. Ну, можешь так. Но, действительно, все, что можно спросить, лучше спросить у самой модели, спросить, как лучше, хочешь музыку или не хочешь, то есть, как, ну, максимально настроить ее на съемку. Она сама на тебя настроит на съемку. Просто нужно вот то спросить и выйти на общую баллон с ней. Ну, это надо быть просто специалистом, чтобы уметь, скажем, с каждым человеком найти каждый подход, и все-таки какого-то общего взгляда, общего баланса, общего лайфхака нет. Очень же. Так, ого, еще вопрос. Отлично. То есть, получается, что хороший фотограф, но также и хороший психолог, да? Верно. Ну, нужно быть, как... Ты не должен владеть основами психоанализа, быть психологом и так далее, но ты не можешь прийти, так вот, скажите... Я пощелкую, пощелкую, все. То есть, это сфера услуг, фотография — это сфера услуг, а сфера услуг — это общение с людьми. Ты не можешь не общаться. Либо ты должен быть супер-известным там, человеком, у которого запись на 30 лет вперед, и где после устраивается очередь, ты сидишь и щелкаешь, нажимаешь на кнопочку. Но так не работает, поэтому общение — это важно. Если вы хотите больше клиентов, ну, или хотя бы, чтобы от вас один из них не убежал, все-таки нужно уметь как-то общаться с человеком. Потому что я знаю вот фотографов, которые не умеют. И, к вашим словам, то, что фотограф должен быть хорошо психологом, ну, не совсем психологом, он просто должен быть приятным в общении, и просто модели — это должно быть комфортно с ним работать. Но психологом, наверное, нет. Прям так не нужно быть. Ну, просто хороший общение, хороший контакт с моделью. Хочется еще добавить, что когда фотографу в кайф то, что он делает, это очень сильно видно, и модели становятся приятнее. То есть, если ты делаешь на 2-ли, то это видно. А если ты вау, здорово, сделаны такие классные снимки, и тебе самому нравится вот весь этот процесс, и что у вас получается, то это очень сильно влияет тоже. Не обязательно даже иногда говорить, а просто вот горящие глаза, улыбки, они тоже помогают в съемке, и о скрипощении, и общении. Ну, я только доволен, что если человек совсем психолог, он скорее напугает модель, поэтому совсем уходить в это тоже надо. То есть надо быть и человеком одновременно, и фотографом. Какая интересная гибель у нас получается. Так, еще вопросы из-за... Нет? Докончились? Да, конечно. По вашей оценке, сколько в России косплееров? Мне сначала казалось, что где-то 3500. Не знаю, почему у меня такое было, что где-то в этом проекте. Но у меня, кажется, сейчас стало более популяризироваться, и намного больше стало. Тем более само понятие косплеера широко стало использоваться. Есть люди, которые приходят только на фестивали, потому что их друзья попросили, поэтому невозможно посчитать количества людей, но очень много. Ты считал? Ну, я думаю, что там больше 20 тысяч. Не знаю. Смотрите, 50 тысяч. Нет, даже больше, мне кажется. Больше. Ну, очень много. Если брать номера «Весь мир», то можно посмотреть на каких-то сайтах, типа World Cosplay, сколько там человек пишет у них их рейтинг. Типа 1200 какой-то он в рейтинге, или 15 тысяч какой-то, соответственно, если очень много. Может, когда идет перепись населения, вводить новый пунктик «Косплеер». Перепись населения «Косплеер». Так, есть еще что, может быть, добавить? Нет? Хорошо. Ну, к огромному моему сожалению, потому что я с вами беседовала и беседовала еще, у нас закончилось время нашей встречи. Я надеюсь, что вам, дорогие гости, понравился этот формат. Я надеюсь, что вы услышали ответы на свои вопросы. Может быть, вас это смотивировало заняться косплей-фотографией или продолжить. Может быть, вы услышали для себя что-то новое. Я на это очень тоже надеюсь. Также для косплееров, надеюсь, тоже наша встреча была полезной по взаимоотношениям с фотографами, так как все-таки действительно в процессе участвуют две стороны, два творца. Вот, на этом наша встреча подошла к концу. Спасибо.